Друзья, всем привет! Российский рубль продолжает укрепление в первой декаде января. В этом видео я расскажу вам последние новости о валютном рынке, а также поговорим о справедливой стоимости курса рубля, которую рассчитал журнал The Economist, а также о том, к чему может привести шатдаун США и чрезвычайная ситуация, которую может вести администрация Трампа. Ну что ж, на мировых финансовых рынках продолжается заряд бодрости и позитива. Основных причин по-прежнему две. Это шаг назад со стороны Федеральной резервной системы, которая планирует очень осторожно повышать ставки в 2019 году. И это ослабление торговых напряженностей между США и Китаем. На этом фоне растут все валюты развивающихся стран. Нефть уверенно дорожает и поднималась выше отметки 62 на этой неделе. Правда, в пятницу черное золото немного приостановило свой рост. Причина заключается в новости о том, что Иран не может найти покупателей на свою экспортную нефть. Несмотря на то, что США, как мы помним, сделали определенные исключения в антииранских санкциях. Это говорит о том, что спрос на нефть недостаточен и, соответственно, цена на нее немного скорректировалась вниз после публикации таких новостей. Но российский рубль тем временем находится вблизи своих трехнедельных максимумов по отношению к американскому доллару. И эта ситуация хорошо также отражается и на рынке государственного долга Российской Федерации. Облигации федерального займа показывают сейчас минимальную доходность за много последних месяцев. Это говорит о том, что инвесторы готовы покупать российский госдолг. И цена за риск, то есть доходность, как раз и снижается. В пятницу Минфин разъяснил нам свои планы по покупке валюты. С 15 января, как и ожидалось, закупки возобновляются. И с 15 января по 6 февраля Минфин закупит валюты на 265 миллиардов рублей. Это чуть больше, чем 15 миллиардов рублей в день. Объем покупок относительно скромный, но нужно понимать, что это только начало. И вполне вероятно, что дальше в течение года объем будет постепенно наращиваться. Сейчас это такой тестовый заход со стороны Минфина. Аналитики достаточно осторожно комментируют ситуацию. Например, в Росбанке нам говорят о том, что в первом квартале 2019 года эффект от интервенции Минфина будет ограниченным. Частично он снивелирован высоким притоком валюты по текущему счету. Профицит составит порядка 5-10 миллиардов в месяц. Сумма конкретная будет зависеть от стоимости нефти. Чего же ожидать от курса рубля? Смотрите, краткосрочно у нас есть потенциал для некоторого снижения. Область поддержки 66-65 по-прежнему в силе. И, на мой взгляд, для того, чтобы уйти ниже этих уровней, должна измениться реальная экономическая ситуация в России. Я, честно говоря, при всем желании не могу найти позитивных факторов, которые бы говорили о том, что у нас что-то фундаментальным образом меняется. Снижается наша зависимость от нефти, например, или улучшаются наши отношения со внешним миром и положение в глобальной экономике. Поправьте меня, если не так. Напишите в комментариях, если вы действительно видите какие-то позитивные подвижки. По большому счету, мы сейчас живем в такой интересной реальности. Укрепление рубля в любом случае носит ограниченный характер, потому что в России действует бюджетное правило. С другой стороны, ослабление рубля не ограничено ничем. И любой мощный негативный фактор может спровоцировать резкий скачок курса валюты, иностранный по отношению к российскому рублю. Когда это произойдет, мы не можем с вами этого точно спрогнозировать. Но мы должны осознавать всю шаткость текущего положения дел. Негативный фактор может быть абсолютно любой. Это и более жесткая риторика ФРС. Это и замедление экономики Китая. Это и любые конкретные новости, связанные с санкциями. Мы помним, что пока конгресс США не работает, и поэтому решения по санкциям принято быть не могут. Но когда-нибудь он точно заработает. Поэтому ухудшение настроений по отношению к рублю, на мой взгляд, это просто вопрос времени. Только что я поделилась с вами своим общим взглядом на перспективы курса рубля. Ну а если переходить к более конкретным ожиданиям, мы сейчас видим с вами на графике, что у нас есть потенциал для дальнейшего снижения к отметке 66, потому что там пролегает у нас трендовая линия поддержки. Это сиреневый пунктир на моем графике. Правда, уже сейчас рубль пытается сформировать небольшую базу, но есть подозрение, что еще одна, как это говорится в английском языке, leg lower, то есть еще одна нога вниз, еще одно движение вниз у нас к отметке 66 произойдет. Если вдруг этот уровень будет пробит, мы опускаемся вниз на отметку 65. Это у нас тоже локальная поддержка минимума октября 2018 года. Ниже этих уровней, еще раз повторюсь, пока трудно вообразить курс доллара. Правда, любопытно, что как только американская валюта начала немного дешеветь, СМИ сразу заговорили об уязвимости курса доллара, об его огромной перекупленности и о проблемах в американской экономике. Ну вот, как яркий пример, журнал The Economist опубликовал свои последние оценки по индексу Биг Мака и показывает нам это исследование следующее. В России Биг Мак сейчас стоит долларом 65 центов, это 110 рублей, тогда как в США 5 долларов 58 центов, это 373 рубля. То есть получается, что стоимость рубля на 70% ниже справедливого курса. Если исходить из этого, то справедливая цена российского рубля – это 19 рублей 74 копейки. Пишите в комментариях, как вы считаете, увидим ли мы когда-нибудь такой курс рубля по отношению к американскому доллару. Любопытно, что The Economist говорит, что практически все валюты перепроданы по отношению к доллару сейчас, кроме трех. Это швейцарский франк, норвежская крона и шведская крона. Любопытное исследование, но в голове нужно держать следующую мысль, что, например, говядина в России и говядина в Норвегии – это две разных по качеству говядины. Поэтому индекс Биг Мака все-таки, наверное, не может претендовать на 100% справедливую оценку. Ну и к другим новостям переходим. В Америке-то у них что там у пиндосов? 21-й день не работает правительство, продолжается шатдаун Трампа. 800 тысяч госслужащих не получили свои заработные платы. Профсоюзы массово обращаются в суд, а работники также массово уходят на больничный. Боже мой, какой ужас, как же они там в своей загнивающей Америке-то выживают? Ну, на самом деле, ситуация довольно интересная, потому что Трамп твердо стоит на своем. Конгресс не одобряет ему построение стены с Мексикой, но он, как мы видим, не сдается. И по последним новостям, сейчас администрация Трампа рассматривает вариант введения чрезвычайного положения в США. Если это произойдет, то тогда Трамп получит возможность получить деньги на строительство стены в обход Конгресса. Изъять их он сможет из неизрасходованных бюджетных средств. Шатдаун, безусловно, негативно влияет на экономику США и ослабляет позиции американского доллара. Нужно понимать, что рано или поздно компромисс будет найден. Ну, а пока, по оценкам американских экономистов, каждой неделе шатдауна будет обходиться американской экономике более чем в 1 миллиард долларов. И в результате может замедлить темпы роста американского ВВП. У нас в России тоже происходит кое-что интересное. С 1 по 9 января наблюдается всплеск инфляции. Она выросла на 0,5% и это сопоставимо с месячным ростом цен. Кроме того, Центробанк опубликовал в пятницу финальные данные по инфляции за 2018 год. Официальная инфляция составила 4,3%. Это чуть выше изначального прогноза регулятора. Также Центробанк опубликовал разбивку по конкретным продуктам. И больше всего за 2018 год подорожал сахар плюс 28%, яйца плюс 26% и мясо и птица плюс 9,7%. Бензин подорожал на 9,4%. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Многие говорят о том, что реальная инфляция превышает официальную. И если вы еще не смотрели, у нас на канале есть познавательный ролик о том, как рассчитать реальную инфляцию в России. Посмотрите, если еще не смотрели, ссылочка на него есть в описании к этому видео. Ну и еще несколько новостей одной строкой. ВТБ и Сбербанк повышают ставки по ипотеке. ВТБ повысил с 1 января, а Сбербанк повышает с 14 января. Учитывая текущее развитие событий и рост инфляции, можно предположить, что в 2019 году мы увидим еще не одно повышение процентной ставки. Есть и хорошая новость. С весны этого года Центробанк получит право блокировать сайты финансовых мошенников до решения суда. Это аргументируется тем, что пока происходят разнообразные бюрократические проволочки, мошенники успевают создать финансовую пирамиду и обанкротить ее. Ну, конечно, до конца это не решает проблему, потому что новые домены, новые сайты создаются буквально за считанные часы. Но, тем не менее, возможно, ситуация как-то немножечко улучшится. От финансовых мошенников регулярно страдаем и мы на портале InvestFuture, потому что под нас постоянно работают какие-то ребята. То добавляются в скайпе к нашим подписчикам и предлагают услуги доверительного управления, которые мы не оказываем. Друзья, это мошенники. Последняя схема, о которой мне рассказали наши подписчики. Девушки с красивыми длинными ногами добавляются к мужчинам в друзья ВКонтакте и предлагают от имени портала InvestFuture купить некий инсайт, связанный с рынком нефти, курсом доллара и так далее. Друзья, наши сотрудники никогда не пишут подписчикам в соцсетях и не предлагают никаких платных услуг. Если я захочу вам что-то предложить, то обязательно расскажу об этом на нашем YouTube-канале. Все остальное это мошенники. Будьте, пожалуйста, осторожны. И теперь, друзья, ваши комментарии. В одном из последних роликов мы обсуждали тему ETF и Андрей пишет. По сути, ETF это зарубежный вариант пифа, пришедший к нам под названием ETF. Ну, Андрей, не совсем так, есть одно существенное различие. Паевые инвестиционные фонды, как правило, находятся в активном управлении у управляющей компании. То есть здесь работает человеческий фактор. Управляющие ставят перед собой цель обогнать индекс, то есть показать доходность выше рынка. Но на долгосрочной перспективе, как правило, им это не удается. Вспомните спор Уоррена Баффета с инвестиционной компанией. А ETF, то есть фонды, торгуемые на бирже, следуют за ценой биржевых товаров. Это могут быть индексы, драгоценные металлы или товары. Поэтому здесь доходность будет максимально приближена к рыночной. Это вариант пассивного управления вашими средствами, по большому счету. Кроме того, нужно понимать, что по пифам комиссия намного выше. Именно за то, что вашими деньгами управляет живой человек. И также в одном из видео мы затронули тему квалифицированных инвесторов. Петр пишет, что квалифицированный инвестор – это не обязательно от 6 лямов активы. Насколько я знаю, если есть высшее экономическое, то тебя признают квалифицированным. Да, действительно, условия для получения статуса квалифицированного инвестора на Мосбирже – это одно из нескольких требований. То есть не и, а или. Это либо объем активов от 6 миллионов рублей, либо это высшее экономическое образование или наличие специального аттестата, либо это опыт работы в сфере ценных бумаг. Это так звучит у нас формально. Но на практике, если обратиться к брокерам, то, по-моему, только открытие присвоит вам статус квалифицированного инвестора на основании диплома о высшем экономическом образовании. Другие крупные брокеры не признают эту историю и требуют все-таки достаточный капитал. Если у вас по этому вопросу есть другой опыт, напишите, пожалуйста, в комментариях. Думаю, это будет полезно. Ну что, друзья, на этом у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если было полезно. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие полезные ролики. И пишите в комментариях все, что вы думаете по темам, которые мы сегодня с вами обсудили. С вами была команда проекта InvestFuture. Меня зовут Кира Юхтенко. До новых встреч.